В региональной службе коммуникаций состоялся очередной брифинг с участием Акима Жолынского района Жолгаса Муртаза. Выступая перед журналистами, он рассказал о социально-экономических показателях района за 10 месяцев текущего года. По итогам 10 месяцев 2023 года во всех отраслях экономики района сложилась положительная динамика. В частности, в шести населенных пунктах введена новая водопроводная система. На сегодняшний день из 49 населенных пунктов района 42 обеспечены питьевой водой. На еще два населенных пунктах, где нет питьевой воды, а именно Туктыба и Актубе, разрабатывается проектно-сметная документация и через областное управление энергетики подана заявка в республиканский бюджет. Также ведется работа по газификации населенных пунктов. По району из 49 населенных пунктов 45 обеспечены природным газом, что составляет 91,8%. Разработана проектно-сметная документация на строительство внутриквартального газопровода в четырех населенных пунктах Беликольского сельского округа на сумму 307 миллионов 824,5 тысячи тенге. Ведется строительство дома культуры на 149 мест в селе Кайрат. Его завершение планируется в текущем году. Также ведется строительство пристройки к Центральному дому культуры в районном центре селе Бауржана-Мамушула, которое должно быть завершено 27 ноября 2023 года. В целом работы выполнены на 93%. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 216 334 гектара, в том числе 95 447 гектаров пашин, орошаемых земель 8 360 гектаров, пастбищных угодий 114 559 гектаров, а также 2046 гектаров отведено под сенокоз. С целью увеличения земель выпасов в Государственный земельный фонд возвращено 13 земельных участков общей площадью более 800 гектаров. В 2023 году для приобретения или строительства жилья для 28 специалистов выделены бюджетные кредиты в сумме 144 миллиона 900 тысяч тенге. Еще для 60 специалистов предусмотрено единовременное подъемное пособие в сумме 20 миллионов 700 тысяч тенге. Риналь Рахматуллин, Айконакпарат